Поговорим и о баскетболе, поскольку в Единой Лиге ВТБ идет сейчас финальная серия. ЦСКА против Нижнего Новгорода, хотя у Нижнего финал пока не очень складывается. Но для Илоны Корстя, несомненно, это команда открытия всего баскетбольного сезона в нашей стране. Итак, смотрите прямо сейчас рубрику «Баскетбол с Илоной Корстя». Привет! Очередной сезон Единой Лиги ВТБ завершен. Подведем итоги решающих матчей полуфинала и финала. Пятое место. Галблок разочарования. Все могло бы сложиться по-другому, если бы «Уникс» не упустил, казалось бы, уже добытую победу в первом полуфинальном матче с ЦСКА. МВП регулярного сезона Эндрю Галблок раз за разом атаковал кольцо. Но поразить цель американцу так и не удалось. Включая атаку на последних секундах при равном счете. Четвертое место. Теодосич в огне. Защитник ЦСКА Милош Теодосич, нещадно критикуемый по ходу сезона, выстрелил в очень важный момент для своей команды – в битвах за финал с «Униксом». Милош показал свой класс. Убийственные броски и разящие передачи буквально похоронили надежду казанцев. Третье место. Вершина Нижнего. Нижний Новгород сенсационно пробился в финал Единой Лиги ВТБ. Команда со скромным бюджетом и российской основой поймала в плей-офф настоящий кураж. Иллюстрация тому – бросок Сергея Ивлева в полупинальном матче с Литовос-Ритас. Когда залетают такие мячи, как говорится, соперник уже ничего не светит. Второе место. Грязные танцы. Нижегородская группа поддержки изо всех сил помогала своей команде в финальной серии против ЦСКА. В одном из эпизодов девушки подбежали к скамейке армейцев и попытались вывести соперника из равновесия. Нижегородские болельщики были в восторге, а ЦСКА – в удивлении. Первое место. Эмоции Этера Мессины. Главный тренер ЦСКА Этера Мессина запомнит этот плей-офф надолго. Начиналось все с двух поражений в одной четвертой от Локомотива, а закончилось новым чемпионским титулом. С силой нервов Мессина затратил столько, что хватит не на одну тренерскую карьеру. Лучшее подтверждение этому – эмоции итальянца в финальных матчах в Нижнем Новгороде. Редактор субтитров А.Семкин